Не-не-не, смотри, видишь, он сейчас будет, посмотри, посмотри какой, я ему сейчас глаз дам, видишь? Ну за что ты его, у него и так всё перед смертью. Вот, смотри, смотри, у него большая клешня, а другая вот, так-так-так, встает козу, опа! Воинственный, голубой, а воинственный такой. Первый канал и Красный Квадрат представляют. Попробуй, попробуй. Не отказывай, вкуснее, вкуснее, вкуснее. Мы все брали уже. Сахар на его отпусти. Отпусти, всё очень дико для меня. Ребята, кто это? Опа, да он работает. Скажите, где колбаса зарыта? Ну-ну. Заходите в мой прикмахерскую, хочу открыть её здесь. Конкурс двойников Крушевского. Врача, Юля, траву получила. Врача сюда, врач, где врач? Ну, Вика и Андрей, ну как, это любого спросите, сейчас вам каждый скажет. Это смешно, ну как. Ну, Вика и нашла парня. Познакомься. Познакомься. Вообще, бывает день без дождя? Бывает такое? Ну, был же, по большей просьбе. Чёрт. Может, он сейчас прикрытится? Чёрт. Ни один из участников, отправляясь в эти края, не заинтересовался прогнозом погоды. Поэтому у них сложилось идеальное, но личное представление о рае. Очень странное представление о рае. Хороший запах. Пусть шестёрли вот этой, которая поехала, выбор племени для меня был полной неожиданностью, что Оля ушла, вот честно. А я почему-то знала сразу, что Оля ушла. Я вот не думала. Я тоже знала, что Оля. Я тоже не знаю. Я был уверен, что Оля. Почему я была очень уверена, что Оля. Ольга Царькова, она была далеко не слабым игроком. Она действительно приехала сюда играть, побеждать, она стремилась к чему-то. И тут её съели на первом же совете. Я считаю, что из той шестёрки были люди слабее. Например, Корнелия Мангу. Слушай, вчера на совете было жёстко. Оно даже не обняла нас. Оля? Да. Мне кажется, это полный абсурд, потому что если ты с человеком прожёшь почти неделю, это абсурд пойти и не обнять его. Написали один раз Корнелию, один раз Мишу, один раз меня. И кто же это мог сделать? Не знаю. Ну я вам скажу, это для затравки хорошая вещь, потому что мы такие выходим, знаешь, друг от друга. А какая же сволочь написала? Ну неудобно же спросить. Шоумен. Выпускница фабрики звёзд. Завкос военной академии. Клоунесса. Воспитательница и кадровик. Телеведущая. Пародист. Певица из Германии. Студент-эколог. Учитель истории и студентка. Популярная певица. Адвокат. Мисс России и управляющая отеля. Шофёр-дальнобойщик и официант начали борьбу за выживание. Не чеши, пожалуйста, ноги, а то останутся одни кости потом у тебя. Я всю ночь сижу и так. Всё очень дико для меня. Одни и те же вещи уже. И в восьмой день уже голову не могу помыть. У меня вся голова в песке. Наконец-то у меня помоется голова в несолёной воде, понимаешь? В настоящем тропическом ливнем. У меня волосы вырастут вот до суда. Да я утром стою, у меня вот такие кудрявые белые волосы. И тогда ты мне дашь его отстричь, дай его длины. Тогда я дашь его отстричь. Для меня страшно, что нет нормального душа, нормального туалета и всех прочих вещей. У нас волосы никак не умываются. Как можно шампунь продавать? Надо будет золу смешать с жиром. Я думаю, золой не факт. Знаешь, мой золой. Шампунь очень там. Шампунь у нас, конечно, нет. У меня в волосах что-то вообще произошло страшное. И как-то вот совпало. Самый раз у меня есть традиция, я каждую зиму под Новый год стригусь. Таирчик, ты стрижешься? Готов? Да. Сейчас я ножнички возьму. Может, мачета? Вопрос хороший. Я не знаю, насколько эти ножницы готовы для стрижки. Юля, ты вообще действительно стригла кого-нибудь? Собака. А какая у тебя собака? У меня баллонка. Да, и собака. Но-но. Заходите в мою парикмахерскую, хочу открыть ее здесь. Такие кудры обстригать. Открывай мою парикмахерскую. Лайм-стрижка, например. Нет, я могу делать по процедуре. Можешь. Например, обертывание. Три гуавы обертывания. Да, три обертывания. Грязевое, да. Можно опять же делать скрабирование песком. Песком. Ты можешь за рыбу делать тайский массаж даже. Могу все. Так, срочно за рыбу, срочно. Рядом с парикмахерской Юлей мелкая пресновудная речушка Марон. Именно в ней Владимир рассчитывает наловить рыбы для всего племени. Там огромный косяк. Вот, смотри, воду мутер. Вижу, вижу, вижу. Ой-ой-ой, смотри, смотри. Ну что, давай ее утопим. И просто подождем. Тупо. Ну что, где рыба, Мишенька? Мишань. Вон они там косяком. Они что-то замерли косяком. Идут. А вот. Видишь, по низу прошли. Ну ладно, давай. Опа-опа-опа-опа. Разметались. Рыба есть. Рыба вот такая вот примерно. Находит морской окунь, тире сибас. Я ничего не поймаю. Это беспонтовая сеть, она только тяжелая. Таких не поймаешь рыбе. Там же есть теперь это... Вся надежда на Ярослава с маской. Трудно составить мнение о размерах и форме сибаса, если сведения о нем почерпнуть из ресторанного меню. Уполнит рыбак свой опасный путь, прощай, говори, в деде. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег спина, с мудрый нахуй. Ни скрымак не пришел назад, он мой нашел покой. Ни скрымак не пришел назад, он мой нашел покой. Так, ну, ребят, ну куда ему чупчут? Ну куда мне чупчут? Мне кажется, все. Мне прямо очень нравится. Иди искупнись, пожалуйста. Спасибо, Луна. Пойдешь. Да не до что, ты что? Заходите к нам. Вы какие красивые, вообще точно как балл. Вы драки. Здесь один такой интересный есть вообще с таким хвостом каким-то флантическим. Ну, у нас было три блажка, и они все так были результативные. Я вообще-то член Ассоциации защиты животных, ты понимаешь? Я должна такие вещи делать. Мама. Больно, да? Кошмар. Да я не могу, она не оглушается, я ей луплю по голове обычно, ступишь, плывется нормально. Меня мама когда отправляла сюда, говорит, вот что ты туда поедешь? Ты что, умеешь чистить рыбу? Я говорю, ну а как это, ты что думаешь, я никогда не чистила? Сколько я тебя помню, ты всегда покупаешь, или я в супермаркете. Ну что, рыба, прости. Прости, рыба, ты вот это можешь потушить. Рыба же не чувствует боли вроде бы как. Сегодня я почистила самую маленькую в своей жизни рыбку. Она была примерно вот такого размера, похожа на тех, что плавают в аквариуме. У меня, честно говоря, просто слезы навернулись, мне пришлось спороть ей живот. Я чувствую себя живодеркой, знаешь, она такая бедная бьется. Смоленается, главное, улыбается. Я улыбаюсь, потому что... Потому что ей нравится это. Да. Кстати, уху обычно варят мужчины, насколько я знаю. Это кто? Это лангер. А где фону таких? Я ему только усы оборвал. Это лангустин, наверное, да? Это лангустин. Вот за этим, там под каждым камнем они сидят. Под каждым? Да, они только немного колючие у них вот эти вот фигни, шипы. Перчатки надо. Вот, или перчатки, да. И реально. Вот, и можно готовить, есть. Июля, это мечта. Чайник, а водой можно залить. Ну, короче, вот... Вот так надо, я тоже так думаю, просто. Внимание. Внимание всем. Вы должны срочно собраться на велику. Вам предстоит серьезное испытание. Познаете странную силу, чтобы максимально проявить себя в нужный момент. КОНЕЦ Добрый день. Добрый день. Поздравляем. Сегодня вам предстоит испытание, в котором важно действовать слаженно и сообща. Перед вами лежат детали, из которых необходимо собрать столбы с площадками. С этими столбами надо добраться до первой платформы и оставить на ней игрока из каждой команды. Остальным придется последовательно устанавливать в воде столбы. По ним участник на платформе начинает свой путь на следующий. В случае падения со столба, участник возвращается и начинает свой путь вновь. Только после того, как все члены команды оказались на второй платформе, общий старт-вплавь до последней маленькой площадки. Все члены команды должны встать на площадку, при этом ноги не должны касаться лестницы и воды. Это очень важно. Нельзя висеть на боковых конструкциях. Вся команда должна уместиться строго на этой площадке. Победившей считается та команда, которая сделает это первым. Сразу предупреждаю, буду строго следить за тем, чтобы на этой маленькой площадке вы действительно все хотя бы секунду, но простояли. Ну что ж, дело осталось за малым. Вас 17 человек. Вам надо разделиться на две команды. В каждой команде должно быть 8 человек. Сейчас вы можете сами решить, кто не будет принимать участие в этом состязании. Люда, вы приняли свое решение. Вы не участвуете. Да. Теперь вам нужно очень быстро разделиться на две команды. Время пошло. От участия в испытании решила отказаться людьми. Это значит, что в обоих командах будут только сильные и кратчки. В каждой команде по две маленькие девочки. У тебя два человека нужно. Одну девочку. Нам учить девочку. Или мальчику. Девочку. Вы готовы? Да. Я не собираю. Команду на старт вы получите от меня в море. Корнелия, Хельга, Олег, Ярослав, Таир, Юля, Эвелина и Ольга в одной команде. Во второй Владимир, Лиля, Анна, Михаил, Таня, Леша, Андрей и, конечно же, Виктория. Ну что, готовы? Ага! Начали! Поднимайте! Мы собираем, собираем, слышим крики. Остановитесь, стоп, стоп, стоп. Я поворачиваюсь, вижу, что-то происходит. Ну, так, на самом деле, действительно, какая-то такая маленькая паника возникла у всех, на самом деле, потому что мы все очень переживаем друг за друга. Палец Юлин, конечно, это что-то такое из фильмов ужасов. Я прямо отрезан кусочек пальца. Я держала нижний цилиндр, а Ярик вместе с Корнелли вставляли верхний. И вот он как-то так резко полетел на мою руку, что, видимо, я не успела. То ли моей реакции не хватило, то ли слишком быстро он полетел. Что чуть-чуть, да, задело мне пальчик. Я даже, скорее, не от боли потеряла несколько минут сознания, а, наверное, от того, что организм все-таки немножечко слабенький. И так вот, ох, я так смотрю, и так, ох. Травма Юли не только шокировала всех игроков, но и явно ослабила первую команду, в том числе и мораль. Хрупкие, худенькие, миниатюрные девушки Хельга и Лиля в силовых состязаниях – самое слабое звено. Но в этот раз именно они могут решить и сход борьбы. Когда ты чувствуешь, что ты падаешь, я просто начинаю кричать там, держите меня, нет, не роняйте. Так, перекидай, Леша, перебрасывай. Держите ее. Андрей, отойди от столба, упрыть. Смотри. Хельга, держись. Ногами, ногами. Держать вот эти вот штуки, вот эти вот, очень тяжело, даже для Ярослава. Когда волной тебя сбивает, когда сидит наверху человек, ты знаешь, что его надо просто удержать и не отпустить. Ну что ж, у дальней команды тоже дела продвигаются. Буквально на несколько шагов опережает. Ой, как обидно, а совсем оставалось. Команда, из которой выбыла Юля, начинает отставать на первом этапе. До платформы 7 метров. Столбы необходимо переместить как минимум 10 раз. И сделать это в бурном, неспокойном море. Я вообще истерила наверху, потому что я не очень комфортно себя чувствую в воде, не очень уверенно плаваю. Ну, после первого падения все пошло как по маске. Давай! Было тяжелее всего справиться с волнами. Несмотря на то, что эти столбы безумно тяжелые, и на них Лиля ползет, его все время шатает. И его еще течением сносит. Ой, давайте, давайте, ребята! Нам чудом повезло, если честно. В последний момент эту штуку мы уже не успевали удержать, и мы ее просто кинули. Как раз получилось, что она попала прямо на эту красоту. Нет, первая команда достигла. Клотап. Юля! Им надо вперед, они все вбок идут. Впереди еще одно серьезное испытание. Восемь человек должны уместиться на 50 сантиметрах платформы. Ярослав, подопри, подопри, милый, подопри. Изначально я предполагал, что нам восьмером оказаться одним на этой узкой платформе будет вообще невозможно. Но со второй попытки мы это как-то сделали. Постарайтесь все удержаться. И ногу отрываем. Есть! Молодцы! Супер! Проиграла команда, из которой из-за травмы выбыла Юля. Соперники посвящают свою победу именно ей. Эту победу мы посвящаем Юле Ковальчук. Юля, рукавы, давай! Молодцы! Молодцы! Молодец! 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 Хочу обратиться вначале к проигравшей команде. Для вас это испытание стало действительно жестким, первым жестким испытанием. Я надеюсь, у Юли все будет хорошо. Вечером она вернется и будет снова с вами на острове. А теперь к победителям. Ну что ж, вас ждет удивительный приз. Путешествие. Вы отправитесь в одно из самых прекрасных мест этого архипелага. Поверьте, впечатление, которое вы там получите, гораздо сильнее эмоций от любого материального приза. До встречи! Удачи вам! Поздно вечером Юля вернулась в племя. Даже с серьезной травмой она решила продолжить борьбу. Ну, гад, ампутирула? Пальцы оттуда. Я просто даже не могу себе представить, как оно так отрубило, честно говоря. Ну, скажи, что врач сказал, Юля, что сказал? Ну, пока не мочить, ничего не трогать. Да, да, да. Ноготь на месте, а вот это все, мама, все со мной в порядке. Некоторые находят свой рай даже в хижине и в неприемлемых погодных условиях. Это лиан, да? Вот там такие. Да, да, да. Вообще всяких там деревянщиков затаскал, причинами не будет. Нас очень, на самом деле, всех забавляет это парочкой. Они каждое утро куда-то уходят надолго. Часа на два-три. Никто не знает куда и зачем. Это сахарный тростник. Подожди, а вдруг это сахарный? Тогда мы сможем сахар сделать. Они как на курорте живут. Они встали, покушали там что-то, чего-то ушли. Но они всегда приносят что-то новенькое. Ну как? Да? Ура. Нашли. Это смешно. Ну как? Ну Вика и нашла парня. Она бы нашла для времяпровождения. Как бы, может быть, немножечко отдохнуть. Вот так. Он за ней ходит, знаете, как на поводочке. Андрея, он просто, мне кажется, для нее как игрушка на острове. Иначе ей было бы скучно, и она бы уже запросилась домой. Какой-то сладенький. Я люблю там. А что делать? Что, вкус кусать? Живи. Реально сладкий. Правда, Саша? Жуй, глотай, сок. А дальше попробовать соснуть, а? Ммм, классно. А где растет? Ну в джундах пошли. Мы пошли за бамбуком, на самом деле. Нереально сладкий, просто нереально сладкий. Попробуй. Попробуй, попробуй. Пушни, пушни. Не отказывайся, Елена. Мы все брали уже. О-о-о. Ой, Елена. Сахарный его отпустит. Отпустит. Они больше не могут. Пора уже подзаловаться. А потом казаки-вотовоинники, да? А потом уже будут не казаки-вотовоинники. А вот так можно отзаловаться без всякой причины. Михаил Грушевский. Известный пародист. Считает, что пришло время испытать себя. Ну потому что такая размеренная уже устоявшаяся жизнь хороша, но, наверное, периодически ее надо как-то взбалтывать. Для одних необитаемый остров Агуа остается единственной реальностью. А тех, кто накануне выиграл состязание, ждет подарок. Остров птиц. Красиво. Друзья, нас ждет прекрасный фуршет на этом обалденном острове. Вы посмотрите. Какое счастье. Друзья, за нас, за наших друзей, которые остались по нашему острову. Ты, кстати, заметь, что то, что ты просил, так и стало. Он хотел быть одним мужчиной среди всех женщин. Если бы я был султан, я бы имел трех жен, да? И стройной красотой был. Два мальчика осталось? Три мальчика осталось. Только третьего мы не видели практически. А где третий? А третий под водой. А, третий же рыбачит. Так, ну, может, Олег посадь куда-нибудь? Да. Олешка такой скромный, что он даже не посылает. Олег скажет, не надо меня никуда посылать. Олег считает прессу, что это говорит. Олег скажет, делайте, что хотите. Кто здесь меньше всего делает, это Олег. Хотя мужчины нам нужны, но он абсолютно ничего не делает. Он сидит и читает газету. Все, иду мыть посуду, иду мыть посуду. Не, 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 посуду поймем. Точно, точно? Я ведь сам могу. Ну, ладно, ладно. Какие знаковые моменты. Ленина с Яриком что-то очень долго плещутся. Ну, хорошо. Ребят, ну хоть плещутся. Нет, ну, чтобы не холодно просто им было. Просто с Ярославом такая история получилась. То есть мы немножечко сначала сблизились, а потом, ну, Ярослав стал больше общаться с Цивилиной. Я нисколько там не ревновала, не пыталась там что-то там думать. Ох, Ярослав перестал со мной разговаривать. Я рада, что у них знакомство переросло даже во что-то еще большее. Смотри, как там красиво. А, смотри. Познакомимся. Ой, какая лапочка. Какая ты хорошая. Поставьте меня здесь, я буду расти птицей. Я буду здесь жить. Ага. Супер, вообще, кайф. Породайся или не породайся? Наш остров тоже породайся. Хорошее получилось путешествие, но нам пора, наверное, возвращаться с нашего. Давайте, ребят. Представляете, я его привязала, и вышедай, привязала этот мешочек к плавкам. И так боялась, что все растеряется, еще и мешочек засунула в трусы себе. Ярик, ты что делаешь? Ярик? Он в знак солидарности с Юлей и хочет отрезать тебе палец. Что, заноза, заноза? Ну, конечно, расцарапать. Не заноза, это морская иголка. А, боюсь. Да не бойся ты. Да ладно. Ну, ладно, Ярик, наслаждайся. Пускай я полоскаю за ногу. Это всегда приятно. Я Андрея очень люблю. Сейчас тоже себе загоню за ногу. Ну, все. Там ничего не осталось. Ага, отлично. Видишь, какая ты гибель молодец. Сейчас получишь в голову. Спортсвозь, в первой гибели, в два раза. Занимайся тем, что у тебя, вот, смотри, как хорошо. Действительно, ну, действительно, нормально получается. Действительно, получается. Будь доктором. Бабушка сейчас, наверное, улыбнется моя. Она всегда мечтала, чтобы я стала врачом. Какая-то лодка плывет. Сюда, к нам, да? Смотрите, что мы привезли. Это стука. Морочевый дядя. Давайте, пока. Вот это с хлебом, солью у вас. Жареная рыбка. Здорово, здорово. Я буду ходить и нюхать его. Да. У нас привезли на... Ну, очень красиво, на самом деле. Острый, такая скала в море. Там растут пальмы. Значит, пальмы прямо на скалетах. Да, там красиво. Там рай для птиц, потому что их нельзя трогать. Она сидит за внизу. Ну, а чего бы не прихватили стакан? Нельзя, нельзя. Слышь, там какой-то огонь горит. Кто-то огонь заражает. Где? Вон, видишь, где? Да? Слушай, ребят, Таир, там какой-то огонь горит. Пойдем, сходим глянем. Ты видишь дым в конце кулей? Ты не видишь вону? Тихо. Тихо. Он говорит, что там. Кто знает о букморзе? У вас в сборнике заложивания азбука Морзе была. Я знаю буквы пять на азбуке Морзе. А у нас была книга с азбукой Морзе. Да ладно. А где рассказали? Да. Как в костре? Какие мы тупые, а? Все хвалим. Ну что ж. И зрем только. Так, подождите. Не разбирайте. Пойдемте в лагерь. Будем там думать. Давайте забираемся. А что берем? Все. И механизм включить, выключить, не работать. Она заработала вот это сама. И сигналы передавала сама. Значит, тут кто-то есть еще, помимо нас. Смотрите, бункер с каким-то компьютером. Азбука Морзе вот эта, которая сигнал очень. Сейчас надо ходиться и листать снова. Смотри, где эти знаки. Ну, сколько мы уже сошлись? Расслабились, обрадовались. Бумажку подкинули для розчика. Смотри, здесь вообще нарисовано очень много. Мы сразу же это назначение не придали. Не обращали внимания на какие-то предметы, которые могли быть полезными для того, чтобы отгадать загадки этого острова. Сейчас мы внимательно к этому относимся. Мы постарались найти все предметы, собрать их кучу. Какую-то цепочку логическую выстраивать из того, что мы нашли. Что-то мы опять прощупили. Непонятно, что это и как, чего. Стой, 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 стой. Так, что мы хотим подключить? Сказать во все дырочек. Я на мотор нажала. Мотор не пашет. Роли не крутит. Не, ну первый раз мы даже не знали, что в Бункере что-то произойдет. Сейчас мы хотя бы знали, что какой-то сигнал. Что везде может произойти что-нибудь. Люди из нас ходили туда и что-то нашли такое. И теперь все такие заведенные и бегают кокет и думают, что нам, и что это, и что будет, и как. Да. Хельга, певица из Германии. Я очень хочу на остров. Люблю большие приключения в жизни и всегда мечтала попасть в этот проект. Студентка Академии искусств города Бонн. Родилась в Казахстане. Год назад приехала покорять Россию. Хочу, чтобы остров остался навсегда в моем сердце и, конечно, в моих песнях. Так, вот мы пришли на самое опасное место. Чтобы восстановить цепь таинственных событий, Эвелина и Владимир отправляются в разоренный бункер. Вот это его следило. Давай попробуем гудрильник включить. Не взорвется все? Подожди только меня. Я посмотрю, как твоя тушка обуглится. Кто мне это будет греть ночью? Опа. Обалдеть. Слушай. Как можно? Давай включай. Женщина свет. 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 Опа. Обалдеть. Слушай. Как может быть здесь свет? Фигеть. Если есть свет. Значит, что есть? Значит, вообще все есть. Может, будем здесь жить? Нафиг там тут дом. А мы посмотрим. Там компьютер целый уже. Приходит сказать, что он вместе с предпечеством включится? Ну, выйдем в интернет. Мы можем понять, что нам используют. Опа. Объем памяти. Так он работает. Прикольно. Давай нажмем Enter. Мне кажется, вот это надо нажать. О, слушай, я в этом работал. Здесь может быть какая-то серьезная полезная информация. Давай это Морзе. Давай Морзе. Скажите, где колбаса зарыт? Если не будет полезной информации, я умру от голода. Так, где у нас здесь? Давай спокойно. Ай да. Баки текут. Баки текут. Есть кискеросин. Видала? Га-га-гарин. Есть простое правило заучивания азбуки Морзе. Надо запоминать не точки и тире, а слова на каждую букву. Эвелина и Владимир не понимают, что читают алфавит. И кратко елье. Как же так? Елье. Мунатики. Кто мог подумать, что перечисление букв алфавита приведет к таким глубокомысленным выводам? А шанс расшифровать таинственное послание тем временем ухудшен. Смотри, он сюда падал, правильно? Пробивал крышу. Значит, что-то наверху теоретически должно быть. Почему ты решил, что надо лезть? Потому что ракета, потому что Гагарин, потому что вот это ракета. Эвелина и с Вовой сходили еще раз в бункер. Слава Богу, что их было двое. Информация наиболее достоверная к нам пришла. Гагарин на закате. Гагарин пара. На необитаемом острове происходит то, что в обычной жизни случается на каждом шагу. Неправильное предположение рождает ком непредсказуемых и пугающих толкований. Насколько объяснили Эвелина с Володей, там был некий диалог. Диалог, возможно, через сеть двух людей. Давайте подумаем, что у нас есть и чего мы не видим и не замечаем. У нас есть радио. Мы находим бункер, в котором есть компьютер. Никак не может использоваться в авиации. Надо, конечно, искать пилотов. Судя по всему, эти летчики катапультировались. Они здесь что-то искали, наверное, или к кому-то летели. Где-то на острове еще какой-то дани, который ребята, которые упали, закопали. До которого мы должны как-то дойти и попытаться одним из ключом его открыть. Ну, придется теперь в полюс уходить каждый метр. Смотрим. А с бункером, кто-то гагарин, он что-то дальше делать. Ребята, разница во времени. Разница во времени? Восемь часов. Девять. Нет, сейчас пишет. И в 60-х годов сейчас пишет. Знаешь, что человек превратился уже в снежного человека. Это послание из 60-х годов. Каир приблизился к разгадке одной из тайн нулевого меридиана. Но племя не обратило на это внимания, предпочитая более устраивающие версии. Почему тогда они сожгли этот дом? Или здесь что-то произошло, и они погибли? Мне кажется, что-то ужасное произошло. Да, могло бы было не погибло. Да нет, что-то ужасное, мне кажется. В итоге получилось, что мы должны ночью отправиться в этот бункер, стать лунатиками, то есть на крыше находиться. Вроде все как-то так получалось логично. Ночью самые решительные мужчины племени отправились в бункер. Они были готовы встретиться с неведомым лицом к лицу, но сигнала свыше так и не получили. Зато им удалось обеспечить племя завтраком. Ты его сразу на огонь хочешь бросить? Я не знаю. Или познакомимся сначала? А он съедобный? Как поздно, да. Я думаю, что поздно, его можно будет потом, может быть, свадить. Ты мужчина, да? Ой-ой-ой. Крабы ночью, губы. Да вы что? Крабы ночью пойдет в туалет и выпустит бедный. Нет, нет, они сама... Хельга сегодня не кушает тогда. Хельга, она из Германии, и она не понимает просто какие-то сленговые выражения, да, идиоматические что-то. У нас какие-то шутки, которые трудно понять просто потому, что она из другой страны. Они хотят выкинуть кусочек банана. Можно грызть, получить силы, выигрывать конкурс и не поехать на свет. На тюрьме. Погрешность в произношении и зарубежная прописка всегда были поводом для иронии у великодушного русского народа. Я просто очень плохо говорю, слова просто не хватает. Это если и германский был бы коллектив, было бы, конечно, совсем по-другому. И мы все... Врачки, 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 врачки надо идти. Врачки, а куда он должен смотреть? Утранные стороны, Машки. Это с космоса должны все видеть. У нас это обалденно. Никаких тайных знаков из космоса не поступило и утром. Племени пришлось вернуться к насущным проблемам выживания. Господин Таир, скажите, пожалуйста, у нас... Что у нас с дровами? Нам нужно будет еще носить дрова к вечеру? Да, если мы сейчас все вместе, один раз, все прямо, веселой компанией, общаясь, пойдем туда, соберем. Веселой компанией, вернемся, у нас будет много дров и никому не будет скучно. Он мне вроде как и не сын, и не парень, потому что мой сын всего лишь на несколько лет младше, чем Ярослав. Нужно, может, то плечо, которое ты уверен, что тебя не подведет, что тебе принесут сухие носочки, что тебя прикроют теплой рукой, если тебе не досталось одеяло. Для меня возраст вообще значения никакого не играет. И просто с человеком сходишься, по каким-то внутренним ощущениям, хорошо так вместе с ним. Какой-то вернуть, подождите, у меня пока никого нету. Может, больше мы так с тобой не подвяжем и не дадим. Сейчас с тобой будет куча народа еще-то. Сижу. Ярослав Лазарев, студент-эколог. В племени претендует на роль главного знатока в вопросах экстремального выживания. Должен быть человек, который может и крышу сделать, и рыбу наловить, и собрать, и всех организовать, и за собой повезти. Потом у нас в разделении труда, тут сразу все одним делом займутся. Это так круто. Мы берем дров себе на всю ночь. Ух, на утро хватит. Люблю дрова. Наверное, я одна из самых ленивых тут, на острове. Мне не нравится собирать доски, потому что тут в основном сыро, влажно, и ходить копаться в грязи с этими досками не очень нравится. Если мне это неинтересно и не хочется, зачем заставлять себя ради кого-то? Там пару девушек есть. Нам не было бы сложно, если их не было здесь. Маленькая такая, я все имя пока не могла запомнить, потому что нас очень много. Действительно не люблю тех людей, которые не вкладываются в общее дело. Есть девочки Лили, которые я не очень понимаю, есть курорт или что у нас там. Там сейчас мелочок соберут на носилке, и будут такие умнички. Превнышко, я премнышко. Но это еще с вчерашнего дня я натаскал сутненькие, тоненькие. Ты натаскал, а все пользуются. Никто даже не знает, что это приводит. Надо подписывать дрова. Внимание. Внимание всем. Вы должны срочно собраться на берегу. Вам предстоит серьезное испытание. Добрый день. Добрый день. Перед вами в воде игровая зона. На противоположных сторонах круга стартовые площадки для двух команд. Участники обеих команд будут последовательно пристегнуты друг к другу. На плечах у каждого ноша, которая вначале не кажется тяжелой. Команды стартуют одновременно и двигаются в одну сторону. Если участник устает или считает, что он задерживает команду, он вправе выйти из игры. Но при одном условии. Свою сумку он должен передать товарищу по команде. Победившей считается та команда, которая догонит соперника. Итак, сейчас вы должны будете поделиться на две команды. Вас по-прежнему 17 человек. Значит, одному из вас предстоит только болеть за товарищей. Но при условии, что этот человек вместе с проигравшей командой идет на совет. Юлия, вы вчера получили травму. Чувствуете ли вы себя способной принимать участие в этом состязании? Я не буду испытывать судьбу, скажем так. Я считаю, что имеет смысл сегодня мне переждать этот конкурс и съездить на совет. Вы добровольно выходите из этого состязания. Удачи! Я буду за вас болеть. Итак, сейчас вам нужно поделиться на две команды. Давайте, давайте делиться, ребята. Вы определились? Да. Я знаю, что на острове и в состязаниях вам приходится нелегко. И хотя все стремятся к победе, не жалея сил и не замечая травм, здоровье прежде всего. Давайте поддержим себя, друзья, Джей Севен и Монна, и тогда путь к победе станет. А ты не хочешь вечный? Ну-ка, ну-ка, Абрикос, как? Не сказали, что инвалидам можно сделать глоток солны. Да нужно, нужно! Вот конкурс оказался такой, с хитринкой, потому что мы стояли на берегу, думали, мешки так вот подержали, вроде не тяжелые. Но мы были уверены, что он нам достанет больше веселья. Сами участники убеждены, что поделились на конкурсе справедливо. Однако в первой команде собрались не только сильные молодые игроки Ярослав, Андрей и Таир, но и наиболее выносливые девушки Вика, Евелина, Анна и Татьяна. А вот во второй команде рядом с Олегом, Михаилом и Владимиром хрупкие игроки Лиля, Хельга, Ольга и Алексей. Корнелии тоже будет нелегко. Ну что, все готовы? Готовы! Тогда начали! Ребята, давай! Было достаточно сложно, и каждый раз, когда мы проходили очередной круг, ко мне поворачивался Андрей и говорит, ну что, давай уже, давай, давай тебя отцепим, давай, иди отдыхай, отдай мне свой мешок. Я говорю, нет, я пойду, я буду до последнего идти. Олег, давай, 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 нажми! Первой свою команду покидает Лиля. Алексей вынужден удвоить свою нож. Кажется, Таиру повезло. В его котомке разошелся шов, и его ножа становится легче с каждым шагом. Олег и Корнелия, идущие впереди второй команды, явно устали. Они сбивают темп всей команде. Они вас загоняют! Быстрее! Действительно, у нас вцепилось много девочек, и мальчики взяли на себя вот их вес. Из первой команды одновременно выходят Людмила, Татьяна и Вика. Вторая команда, они как бы до последнего держались, все как бы тянули друг друга. У нас уже осталось тогда, по-моему, пять или четыре. Давай, Таир, держись! Андрей, несмотря на двойной груз, почти бежит вслед за командой соперников. Давай, давай, давай! Не может, потому что ты еще как-то встал. Вы выиграете! Конечно! У-у-у! Миша, Таир! У-у-у! Ну что ж, у нас определился победитель! И в последний момент уже вот, почему мы как-то напряглись. Ну вот, в конце была такая радость победная, потому что мы прямо из последних сил, прямо вот, он даже за трусы уже запопал, за плавки уже задел Леху, кажется. Андрюха, ну, все-таки, ес, задел! Мы все, ах, попадали. Я очень люблю состязания, я очень люблю выигрывать, очень не люблю проигрывать. Я бы ни за что не бросила мешок вот этот с песком. Я бы сдохла, понимаешь? Вот я бы бросила этот мешок, только если бы я мертвая, легла там, под этой водой. Вы победили! У-у-у! А вот в вашей команде придется пойти на совет и оставить там одного из участников. Итак, сегодня на совете Олег, Корнелия, Михаил, Ольга, Владимир, Алексей, Лиля, Хельга и Юля должны будут сделать выбор, который станет для одного из них роковой. В целом мы можем понимать, что если мы сами двинемся... Ты знаешь, это непредсказуемо. Я считаю, что в первой команде была гораздо сильнее, чем наша. Ребята, кто это? Что это за животное? Это ленивец. Ой-ой-ой, ничего себе. Тихо-тихо-тихо. Ребята, ты здесь. Тихо-тихо. Как он на тебя похож. А он не кусается? Погладь его сначала. Тихо-тихо-тихо. Давай, папа. Мы нашли ленивца. Еще какое-то нереальное абсолютно существо. На него все налетели. Давай, там могут трогать пальцами, что-то делать. Я просила ребят, отпустите, оставьте его в покое. Мне хотелось, чтобы он побыстрее от нас, дикарей, вернулся в свои привычные условия. Ой-ой-ой, господи. Полез. Тихо-тихо-тихо. Вот, пошел, пошел. Вот, смотри. Какая-то фобочка. Пока, ребеночек. Пока, солнышко. Мы его на дерево поставили. Я вам сказал, что рашка, вы даже себе не представляете, какая прелесть. А вы не видели, что здесь? Знаешь, мы будем так же выглядеть, когда нас привезут домой. Мы будем с таким же удовольствием карабцаться по трапу самолета или у себя дома полезно. Мерно, мерно. Холодильник, холодильник. Девочки, вы все вместе делаете? Рыбу с рисом. Рыбу с рисом, да. Да, уже надо что-то другое. Можно тогда я бананчик съем? Ну уж тогда поделись. Я рыбу совсем не ем. Не, не, не. Покушай, не. Покушай только. Покушай, не. Хорошо. Как тебе? Юрчка. Ой, почему? Покушай, ты вообще ничего не ешь, что ли? Сегодня было хорошее сочетание сложностей и интереса. Без перегибов, ребят. Нормальный был конкурс. Победили сильнейшие. Проиграли слабаки, чмошники. Спасибо. Нафиг вылетит в Москву. Нам будет где спать. Не надо будет делиться с ними едой. В общем, меня очень многие бесят. Я буду всех жестко просто выгонять с этого острова. Остану здесь один. Выгоню 3 миллиона и куплю себе курицу. Так, друзья, у него сдали нервы. Встали, пошли. Давай мне. Нет, шутки шутками, ребят. Так, а вот вам выгонять? Слушайте, ну я думаю, что ребят надо выгонять того, кто меньше всего Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Добрый вечер. Я приветствую вас на совете последнего героя. Конечно же, для всех без исключения посещение этого места не самая приятная экскурсия. Ведь сегодня кому-то из вас придется навсегда покинуть игру. У меня есть новости от ваших близких, и я надеюсь, это вас поддержит. Алексей, я хочу вас поздравить. Ваша мама вышла замуж. Олег, а ваша жена купила в детскую новую мебель. И до двух ночи всей семьей эту мебель собирали. Был бы папа, собирали бы до четырех. Лилия, а ваша мама вернулась из отпуска и привезла с собой много овощей и фруктов. Сейчас вовсю закатывает варенье, компоты, соленья. Так что, когда вы вернетесь, вам будет чем откормиться. Юля, ваши родители на днях уезжают в отпуск. Спрашивают, что привезти в подарок из теплых мест. Мне показалось, что он физически не силен. Следующий вы, Алексей. Здесь тебе тяжело, и тебе легче там, на большой земле. Юля, на следующее. Олег, я разочаровалась в этом человеке. Наверное, он единственный, кого бы я не хотела видеть рядом с нами. Олег, вы следующий. Хельга хороший человек, но не все хорошо немцу, там, где хорошо русскому. Хельга. Хельга. Уверена, что его больше никто не напишет. Володя, ваша очередь. Сегодня ей будет лучше отправиться домой. Володя. Володя. Оля, слишком много разногласий с этим человеком. Миша. Ольга, вы последняя. Ну что ж, вы приняли свое решение. Оля. Хельга. Вова. Хельга. Ей сейчас очень тяжело, хоть она очень хорошо держится. Олег. Хельга. Хельга. Олег. Хельга. Ты устала? Я вижу, отпускаю. Хельга. Мне кажется, что ей тяжело. Хельга, это вы. Хельга. 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 Я не хочу выходить замуж, чтобы никогда в жизни не испытывать ощущение дележки. Дом – это водное племя, человек – это огненное племя. КОНЕЦ